Не приехать, не уехать, с возмущением рассказывает местная жительница Динара Мустафаева. Перевозчик самовольный изменил график движения общественного транспорта в село Барабаново. Сказал, что ему не рентабельно ездить в наше село, людей нету якобы. И он перестал ездить и теперь сделал только один раз маршрут в пятницу. Он приезжает в пятницу на 5 часов, получается, на 5.30, отправляется отсюда и все. То есть все будние дни этот маршрут отменен, и только в пятницу его возобновили? На выходных его тоже нет, правильно? Нет, нету. По словам жителей села Барабаново Белогорского района, это произошло в начале осени. Автобус выезжает со станции Восточная в Симферополе. Первая остановка в Зуе, затем объезжают еще четыре села. Нижние Орешники, Верхние Орешники, Петрово и конечная остановка в Барабаново. Весь маршрут в одну сторону занимает около часа. У Метуми и Метову, как и другим сельчанам, приходится вызывать такси, чтобы добраться до города. Такие поездки серьезно бьют по кошельку. С работы не могут добраться домой. Обычно выходят с города, они в пять часов, кто плачет пятого с работы. И приходится им на попутках добираться, автобус не едет. Возмущена и жительница соседнего села Петрово Ольга Шалина. Ее старший сын учится в Симферопольской школе. Ему и раньше в будни приходилось оставаться в городе у родственников. Добраться домой на общественном транспорте было невозможно. А на такси дорого. Маму навещал по выходным. Теперь приехать в село сыну и вовсе не на чем. Приезжай только на каникулы. Или с детьми, вот комиссию проходить тоже не можешь. Тоже сидеть до пяти часов, утром поедешь. Два-три часа стоишь возле поликлиники. Холодно уже. В администрации Зуйского сельского поселения сообщили, о проблеме знают и уже приняли необходимые меры. Сейчас ведется работа по возобновлению этого маршрута, потому что есть ряд жалоб и замечаний от населения. Ведем работу. Обращались уже в Минтранс. Как только наша съемочная группа обратилась в Министерство транспорта Крыма, сотрудники ведомства совместно с перевозчиком, представителями администрации выхали в село на встречу с местными жителями. Рейс возобновили в тот же день. Когда я вчера начинал собирать информацию, доложили так, что перевозчик начал срывать рейсы с 1 октября. Оказалось, что еще до выборов уже началась такая проблема. И только благодаря телеканалу Милет получилось так, что в течение трех часов закрылась вся эта проблема. Мы просто исполнители. Если вы не можете найти выход из сложной ситуации и уже обращались за помощью в различные инстанции, но вам так никто и не помог, пишите и звоните нам. Номер телефона и адрес электронной почты вы видите на своих экранах. Мы также ждем ваших сообщений в социальных сетях. Севеля Меметова, Аким Бекиров и Асан Ибрагимов. Телеканал Милет. Белогорский район.